Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Микаэл Зислис, Миш, доброе утро, спасибо, что пришел, ждали и рады, что ты появился здесь Доброе утро, я не так рад, потому что опять пришлось рано вставать, да, у меня график работы такой, что, слава богу, это приходится делать очень редко, но когда вот приходится, то совершаю усилия над собой и как бы сочувствую всем и одновременно восхищаюсь теми, кто это делает на постоянной основе А что ты ночью-то делаешь? Микаэл нормально зашел, что я пришел к вам, но не рад я Ну человек искренне сказал, чего, ничего Не, ну я всегда говорю откровенно, стараюсь Ночью ты чем занимался? Я ночью спал, но я просто доснул в три часа ночи, потому что я такой любитель спортивной жизни, мы играли в хоккей с нашей замечательной командой «Российская пресса» С Женю проиграли, но это был мой первый выход на лед после отпуска и смотрелся я так себя Ну поделись, каким счетом-то все встречи Не знаю, много, в этот раз не буду говорить Видимо, действительно, поздняя игра была А мне другой вопрос, хоккей ли это было? Почему? Ну хоккей, понятно, что там кто с пляжа, кто еще, хотя это уже вторая у нас тренировка, но все равно Тяжеловато, там стекла запотели, то есть там дышится хуже, потому что на улице жарко, но все равно приятно в старой компании всегда побегать, пообщаться Давайте мы напомним вопросы по поводу любого, наверное, вида спорта, и в частности, ну по футболу можно задать А, да, про керинг я не очень хорошо тебе не могу сказать И про сноубор тоже я не знаю Если пришлете, все-таки придется, Михаил, отвечать Плюс 7909-928-189-9 И наш пост есть в нашей группе же ВКонтакте Тоже, пожалуйста, оставляй там свои комментарии или вопросы Я с футбола хотел начать сегодня Смотри, ходят же слухи, что и Черышев там якобы, и в Барселону может быть как-нибудь И кто еще был? Ну, у нас главина, главная тема, полузащитник ЦСКА Насколько это реально вообще? И надо ли это или не надо? Я вот человек, который все-таки отвечаю за хоккей в газете, а футбол смотрю, как и все вы, как простой болельщик Но ты же писал статью по этому поводу Да, я даже написал, но меня просто, наверное, даже возмутило, когда все мои коллеги, которые занимаются футболом, постоянно говорят Надо уезжать, тут деградирует, тут дно, тут колхоз Я говорю, подождите, вот вы все помните нашу замечательную сборную при хитинге, да, в 2008 году? Там выступал из состава один игрок за границей Это был Стоенко Все остальные играли в России Сейчас играл Чершев, который, ну, он родился в Испании и вырос У него папа туда уехал играть, там закончил, работал тренером, по-моему Вот, и он, в принципе, к России имеет отношение только такое, ну, происхождение Он номинальный Да, продукт он испанской школы И все остальные игроки тоже, они играют в России Ну, там есть третий вратарь, да, Габулов, который уехал на полсезона в Брюге Стал чемпионом, хотя там не особо он блистал Все остальные играют здесь и до какого тур не выросли и смогли показать приличный футбол А уезжать, не уезжать, каждый сам решает, конечно, как профессионал Как человек, который хочет на каком турне себя проявить Я думаю, что так же, как там, если нашего актера позовут в Голливуд То, я думаю, отказываться никто не будет, если вариант такой есть Ну, надо понимать, ты поедешь в Голливуд, там, в массовке, да, условно говоря, играть Да, или какого-нибудь играть Русского бандита Русского бандита с этим акцентом I gonna kill you, там, что-нибудь такое Вот, ходит такой и там Говорит Поэтому здесь тоже надо понимать Вот, интерес Челси Головину, это, конечно, здорово, круто Но представить, что он получит сразу в местном составе Человек, он такой, парень скромный Он из Кузбасса, там, родился, там, в небольшом местечке, да То есть он адаптировался здесь определенное время к столичной жизни И он остался очень таким хорошим, приятным парнем, да, скромный очень А это Лондон, то есть нет знания английского Все равно это стресс, ты переезжаешь, там, другая команда, другая сторона Ой, слушай, Миша, извини, пожалуйста, интересная тема, давайте мы ее продолжим Вот совсем скоро, у нас три минуточки перерыв И мы продолжим программу «Стране о спорте» Все будет отлично На телерадиоканале «Страна.ФМ» мы продолжаем обсуждать спорт А именно Головина Почему ему не стоит переходить? Аду и Чершеву заодно тоже, конечно Ну, Чершеву-то мы поняли, что он Да, Чершеву мы, как говорится, прицепом Потому что понятно, что в Барселоне будет он игроком ротации Будет, в основном, находиться на скамейке И, как бы, просто его карьера предыдущая показывает Что Барселона, ну, пока ему не по зубам Я не верю, что даже успешный турнир, как чемпионат мира Вот резко все поменяет Да, и выяснится, что, как раз, он там На уровне самых лучших игроков мира Может играть постоянно и стабильно Но если он перерет, будет, наверное, неплохо Барселона, это престижно Вот я помню, Игорь Корнеев там все время играл Было круто Что касается Головина Ну, я считаю, что надо уезжать не в такой топовый клуб Объективно, постепенно Вот со мной спорятся Мне приводят пример хорватских звезд, которые Модрич играет в Реале, Ракичич в Барселоне Ну, Модрич сначала из Хорватии уехал в Тоттенхем Который был средним английским клубом Там, значит, прогрессировал Потом ушел, соответственно, в Реал Ракичич играл в Шальке Не очень, ну, так у него Он, хотя он сам хорват Но он воспитанник швейцарского футбола У него родители туда уехали В общем, он там первые шаги делал И мог играть за швейцарцев Потом уехал в Севилю И только потом он его в Барселону Ну, тут такой момент, куда позвали Нет, ну, куда позвали Зовут, понятно, куда позвали Может быть, такого шанса не будут Да, если в Челси там действительно реальный интерес Хотя Монако вариант более, ну, он, скажем, приемлемый Там делают ставку на молодых Развивают, продают И в этом плане Головину, наверное, будет попроще Ну, я не знаю Я должен быть, что он чемпионат России не перерос И если еще год здесь поиграет Тем более в ЦСКА большие потери Там твои любимые, наверное, братья Березуцкие Закончили карьеру Заметь, Миша в начале эфира сказал Я специалист по хоккей Нормально, да Он уже просто сейчас, понимаешь Не как специалист, а как человек Слушай, вот о чем хотел спросить Ну, при всем уважении к тому же Черышеву Понятно, зачем ему Барселона, да? Ну, ясно все Вопросов нет никаких Зачем Барселоне Черышев? Есть же куча других игроков Ну, класс и выше Тренер его знает И, по-моему, с ним раньше работал Тренер Барселоны По знакомству, значит? Ну, слушай Вот все говорят по знакомству И считают это каким-то Чуть ли не вот Некоторые говорят Совковый Ну, мы будем говорить Российский порог Там по Мазе По Блату Там все Ну, везде так происходит Ты посмотришь Например, клуб Инхэл, да? А вот там руководство Кого приглашают там Где-то с кем-то работал Где-то раньше играл То есть там зовут В первую очередь тех, кого знают Там, другое дело Насколько у них Высокие профессиональные качества Да, это сложно Со стороны это оценить Чем руководствуются люди Но это есть И существует везде И всегда И если, например Будет какой-то вариант Я, конечно, в первую очередь Посмотрю круг Своего общения Тех, кого я знаю И буду думать Там, тянет он, не тянет А если, на мой взгляд, тянет Я его позову Поэтому то же самое Извини, знакомство В другом смысле слова Не то, что ты берешь Бездаря по знакомству А то ты берешь человека Которого ты знаешь И знаешь, на что он способен Как он играет Ну, может, ты просто Знаешь, вот Правда, опять я из хоккей говорю В футболу Не сталкивался настолько Вот тренер говорит Вот мне нравится игрок И все Я не могу там Тебе сидеть со статистикой Объяснять Просто он мой игрок И все Может, не знаю Он там подходит по характеру По поведению Все, мой игрок Я в него верю Он меня не подведет И все А того игрока я не знаю И не буду ставить Ну, то есть Это я встречал Неоднократно в хоккей Я хотела спросить А почему же все-таки против Они, значит, уходят в тех клубы Там играют весь год Набирается опыта А потом же в сборную Они же к нам обратно возвращаются Что плохого-то? Ну, вопрос Если он будет играть В основном составе Круто, да Как говорится, вопросов нету Да, какие вопросы Но будет ли он там играть Постоянно Ну, ты пойми Ты берешь в Лондон Ты не знаешь языка Там, условно говоря Та же пресса Ту-ти-ту-ту Да, ту-ти-ту-ту Да, и вот иди во вторую команду Ту как раз Да, и вот там играй Доказывай Ну, условно говоря Это, конечно, шутка Но адаптироваться сложно У нас же уезжали ребята И после Евро 2008 года Что-то там поиграли Но сказать, что вот Кроме Аршена Который полтора крутых сезона Провел за Арсенал Ну, остальные Павличенко тогда же был Ну, Павличенко, да Он все-таки у него Наиболее эффективен был Когда выходил на замену В Тоттенхеме Но сказать, что они как-то Что-то прибавили Выросли И сборная с ними Что-то нового добилась Я не могу Да, они уехали Чуть старше были Но, с другой стороны Им, наверное, было где-то проще Да, они понимали А Головину 22 года Не знаю, человек пока не женат Слушайте, у нас реклама сейчас Мы прервемся Да, и скоро к вам вернемся Друзья, доброе утро Стране о спорте Лайф Ну, а наше сердце пламенный Мотор, оно прям бьется, бьется, бьется Потому что говорим про спорт Как будто вот занимаемся Сжигаем калории В гостях у нас Михаил Зислис Из Издайского дома Спорт-экспресс Корреспондент Михаил, давайте продолжим О футболе мы все-таки говорим Я вот о чем хотел сказать Березуцкий же у нас все Да, сказали мы все Закончили карьеру в футболе Да, и Игнашевича Ну, про Игнашевича Как бы все понимали Да, хотя человек так сыграл Ведь есть там Знумительная легенда Я не помню Кто играл прощальный матч Может, Яшин Может, кто-то еще раньше Ну, вот Фраза, да Пригласили иностранных Гостей, звезд Да, и вот Говорят, что Ну, говорит Он говорит А вот кто уходит Вот этот, да Говорит Ну, говорит Ну, если он заканчивает А эти что остаются-то Которые-то С ним играют Да, потому что У него еще такой уровень И Игнашевич Ну, конечно Он фантастический турнир провел И не готов говорить Лучше жизни или нет Но он сыграл так Что немножко обидно Что у нас за 20 лет Никого равнозначного А почему он уходит? Ну, устал он уже Как-то по-моему Слушай, ну, лет много 39 лет 39 лет все-таки По-разному По-разному Физические нагрузки Один турнир Можно подготовиться Там месяц Там, не знаю Там Средний горь И так далее То есть можно выстрелить И более мастерство Опыт есть Но там сыграть 30 матчей чемпионата Плюс Еврокубки Плюс перелет И все Ну, уже Объективно тяжело И надо знать Когда уходить Уходит на Скажем так На волне На гребне успеха Да, молодец И, ну, конечно Это грустно Да, все-таки Столько лет И в восьмом году играли То есть Вот эти все достижения Они связаны Ну, и Мигнашевич играл Да, Березуцкий Сейчас не играли Все равно Они выиграли кубок В ИФА с ЦСКА И я думаю Многие, кто футболом следит Помнят, как над ними смеялись Когда они только в ЦСКА Появились Такие немножко деревянные Корявые Там привозили Ошибались Но Газаев в них верил Ставил И они постепенно Постепенно выросли В хороших игроков И я думаю Болельщики с ЦСКА Их могут И обязательно считать легендами Столько там 16 лет, да Провели И все Повыигрывали Это, конечно, грустно Ну, что теперь поделать Так это жизнь А кто на замену придет? Вот кого мы сейчас Рассматриваем из молодняка Так уже пришли Ну, там пришли Но я, конечно, молодых Защитников центральных Я вот и говорил с коллегами Которые следят за молодежными Сборными За юношескими Которые Ну, нету Даже такого уровня Которых можно было До ума доводить Вот сейчас неплохо Сыграл Кутепов Вроде на чемпионате мира Он спартаквец, правда Но не факт, что он в спартаке Даже в основном составе Будет играть Там купили иностранца Там есть Джики Который из-за травмы Не сыграл на чемпионате мира То есть Ну, в целом Ситуация не очень Но я бы хотел подчеркнуть Сейчас уже возобновился Чемпионат ФНЛ То есть это первая лига То есть второй по рамгу дивизион И там в Саранске прошла Большая аудитория В Волгограде Понятно, что Может быть это Наволнение чемпионата мира И там тоже новые стадионы Где были матчи Чемпионата мира Но это приятно Посмотрим Сейчас у нас Возобновляется На этой неделе Чемпионата России Будет Суперкубок Меня, конечно Вот возмущает До глубины души А как составляется Календарь И, кстати, вот Суперкубок Играется в пятницу Между двумя московскими командами В Нижнем Новгороде Я понимаю Да, Нижний Новгород На следующий чемпионат мира Надо стадион задействовать Но окей Но в пятницу В 21.30 По-моему, играет Локомотив от ЦСКА Во-первых, кто туда в пятницу Поедет И, понимаете В пятницу вечер Ты конкурируешь с чем? Совсем ты конкурируешь В пятницу вечер С дачей Вот Есть То есть, нет Понятно, если это суббота-день Это нормально Сел на Сапсан с утра Поехал Или там на поезд Вечером спокойно А в пятницу Ты что, должен отпрашиваться с работы Время 21.30 Ну Это меня говорят, конечно Не совсем удобно Поэтому я не понимаю Как все это происходит И потом мы смотрим Чемпионат мира И смотрим наше футбол И думаем Да, тут, конечно Вот и думают Пускай Многие говорят Пускай Головин уезжает Что он здесь забыл Ну Я тоже понимаю Такую точку зрения Как бы я Хотя в этом вопросе Я бы сказал Я ватник Да, пускай остается Миша, давай сейчас прервемся Снова, друзья Вновь у нас небольшой перерыв Три-четыре минуточки И программа Стране о спорте Продолжится Стране о спорте Лайв Ну вы же понимаете Я сейчас не промолчу Да, то есть мы уже Вне эфира начали говорить Про Камчатку Давайте и в эфире Чуть-чуть расскажем Потому что Михаил Настолько из отпуска Развивал внутренние туризмы А что пусть будет Небольшое лирическое сступление Футбол и футбол Нет, но я предпочитал Лехать за границей Что-то новое, интересное Посмотреть Предыдущий год Да, вот сейчас так получилось Что поехал на Камчатку И понимаю, что Насколько у нас Недооценена наша родина Причем там встретили На вертолюдной экскурсии Французов Они приехали на чемпионат мира Пожилая пара Вот И они тоже там летали В долину гейзеров Смотрели медведей Кстати, медведи там Не очень опасные Там самое главное У них еду не отнимать То есть если там ловишь рыбу Условно там, где он живет Это опасно И говорят Ну, они так между делом говорят Ну, двух-трех рыбаков Там каждый год Да, конечно, задирают Но так вот Медведя там Многие видели Там Ну, дорогу он переходил Да, там в 20 метрах Но он спокойный То есть это не те Которые живут в Сибири Или, не знаю Там, европей Ну, и на европейской части России А в Сибири позлее, да? Ну, там, конечно, да А там они спокойны Главное, ты, не знаю Не вторгайся, как говорится В их На базу питательную Да, там Вот И тогда все будет хорошо Все нормально Потрясающая природа Люди замечательные Впечатления, конечно, сумасшедшие И Если кто-то думает Да И такой шанс Ну, раз в жизни там побывать надо обязательно Впечатления Ну, не знаю Вот эти вулканы Гейзеры Ну, единственный момент Лететь долго, да? Да Только долго лететь И снег лежит Ну, снег в июне лежит, да Но это круто И там, кстати, есть о спорте Там есть люди экстремальные Которые там И у них фрирайд И так далее То есть они Десять месяцев в году И вот Когда я был в июне В начале июля То есть там до сих пор Где-то катаются Ездят Причем с досками И так далее То есть ты всем рекомендуешь Ну, обязательно Обязательно Тем более там можно Билеты, как всегда Если заранее брать Не такие дорогие И давайте все-таки Любить нашу родину К сожалению Турчийский потенциал не развит Хотя там, кстати Вот Камчатки Там, по-моему, биатлон построили Какой-то Там турнир проводится Да, и Бьерн Далин И Фуркат приезжали То есть там Там действительно круто Я вот как раз хотела Про любовь к родине И вот эти вот сооружения Которые построили Вот сейчас Как они будут задействованы Потому что в Калининграде Недавно собирали какой-то Товарищеский местный матч И на 30% была Были заняты трибуны Как с этим бороться? Может быть, я не знаю Хотя бы У меня есть давно Собственное мнение По поводу того Как-то наш футбол Там не дать им покинуть И развивать То есть Мне кажется Центральной фигурой Должен быть болельщик То есть Если его там Целать во все места И делать для него все То есть Исходить из этого Потому что мы сейчас Тут недавно видели По-моему, вчера Да, там У нас Патриархия сказала Что тут пропиво Что православный Значит, трезвый Значит, нельзя продавать А чемпионат мира мы сделали Ну, значит, такие требования были Значит, у FIFA Ну, можно Ну, я говорю к тому, что Это же все равно развлечение Там, конкуренты Там, кино Театры Там, концерты И так далее И если делать Стараться делать футбол Привлекательным для зрителей Чтоб человек пришел Там, отдыхал А не проходил там Трикордона Значит, его там Обыскивали Его держали там Полтора часа после матча Ну, кому захочется идти Тем более с детьми На это То есть Это только безумные люди К которым относятся Болельщики футбола Которые следят Не только во время чемпионата мира И если Принять Такую концепцию Да, что болельщик Самый главный Ну, не тот, кто ходит в ВИП Да А вот Среднестатистически Я думаю, тогда все будет хорошо И тогда народ потянется А будет Народ будет рекламодатель И будут рекламодатели Будут деньги Значит, и так далее И так далее А сейчас у нас Футбольные чиновники говорят А почему тебе платят так мало? Ну, подождите У нас Матч ТВ Да, государственный канал Который платит Значит, покупает права То есть показывает футбол И не знаю Ну, как вот Не знаю Это все очень смешно То есть Никого коммерческого момента На данном этапе нет Мне кажется Михаил должен уже сделать Собственную программу Миша Ну, не знаю Подвигаться уже Как-то пора уже Да, но Тут надо, чтобы кто-то тебя выдвинул Не хочу собственную программу Ну, ты подумай Мы, может быть, тебя выдвинем Сейчас договоримся Мы можем это сделать На себя, да Прекольчик договоримся Друзья, у нас Очередной перерыв Предборный фонд Самый главный организуйте А там и разберемся Слушаем Владимира Преснякова И вновь «Стране о спорте» продолжится «Стране о спорте» Ну, у нас одна дорога По вторникам Мы говорим о спорте На телерадиоканале «Страна АФМ» И вот мы начали говорить По поводу болельщиков Что нужно их целовать Расцеловывать Так мы как раз-таки Во время чемпионата мира 2018 Это наблюдали Что мы их целовали везде И нам это было приятно Ну, давайте предпринимать Ну, не надо, что мы В общем, ну, наша страна Сделала все условия И в первую очередь Для зарубежных Ну, и для российских тоже И сейчас, когда праздник закончился У нас наступает Суровая действительность Как говорят Будничные будни Как говорили Как у Довлатова Да И это самая главная проблема То есть Болельщик Это должен быть центральной фигурой Если это будет Он будет Деньги нести И так далее И так далее Но пока не вижу Я не понимаю Чем у нас занимается Руководство Футбольной премьер-лиги Да Да и нашего футбола в целом То есть Стадионы, да, хорошо Но ты должен туда завлекать Потому что Если мы посмотрим На запад Там бывает команда Или проигрывает Или что-то еще Но народ ходит Хорошо проводит время Да, как в Германии Там пиво подводится на трибуну То есть А в случае Персонал пивка тебе налил Прошел пять метров И ты купил там На карточку Все нормально То есть Вообще там Максим удобств То есть Люди приходят Хорошо проводят время Да, футбол Ну, проиграли Ну, ладно, да Ну, ты получил какое-то удовольствие Там Эмоции Порал Стресс снял Отдохнул Там же еще А у нас всегда Поход на футбол Это испытание Есть там Краснодар Да, будем говорить Но опять Зависит все от одной фигуры Там президента клуба И хозяина Сергея Галицкого В других городах стараются Но я пока не вижу Что футбол Выиграет конкуренцию У кого-то еще И мне кажется Этот момент, во-первых Уже упущен Его отыгрывать Очень сложно назад И плюс У нас многие следят За западным футболом Потому что Свои же коллеги Постоянно пишут Как у нас вот все плохо И все и так далее И так далее При том, что не так Что плохо Давайте меняться А вот давайте Пускай увидят головину туда Потому что он здесь сгниет Ну только вы пишите Что надо сделать И старайтесь там влиять Я уж не знаю как На остальных Хотя не помогает Надо пробовать Слушай, а вот старый вопрос Я чуть-чуть откатиться Немножечко назад Может я позабыл Просто напомню Почему в Краснодаре Это не было игр В рамках чемпионата До сих пор вопрос Но вот Говорят Почему был в Саранске Да Хотя все Кто были в Саранске Ну они в восхищении Городок небольшой Он был в замечательной атмосфере И все было здорово Хотя там нет Ну то есть клуб там Все время играл В премьер-лиге Сейчас вылетел Ну потому что там Губернатором был человек Который там Ближайшее окружение Сами знаете кого А в Краснодаре Там никто не был Заинтересован Тем более Это же частный стадион Построил Галецкий Для себя На свои деньги Ну не то что он для себя Для своей команды Все сделал по уму Мне кажется Я там не был Но по отзывам коллег Которые посетили Практически все стадионы Российские В том числе и новые Они говорят Что там самый интересный Да Самый внушительный Монументальный В Санкт-Петербурге Потому что он самый большой Он тоже хороший Но вот По уюту Там не знаю Как-то симпатичный Вот они говорят Что Краснодар Ну наверное все таки Пожалуй Ну На их взгляд Да Стадион шикарный Климат Там решали вопросы Еще до того Как стадион Начали строить Не знаю почему Краснодар Где одно время Было две команды Премьер-лиги российской И южные регионы Вообще считают Что футбол Когда у нас говорят Вот где-то футбол погибает И так далее Профессиональный Но это спорный вопрос Я имею в виду Дальний Восток Но должен развиваться Именно в тех регионах Где есть подходящие условия Да Смешно развивать У нас конечно В Сочи есть хоккей И клуб КХЛ Но на мой взгляд Что не так плохо И многие туда С удовольствием идут играть Что там тепло И хорошо Но по большому счету Эти регионы Там не знаю Они должны развивать Футбол Какие-то летние виды спорта Да А то что за Уралом Где суровый Пожалуйста Не знаю Там хоккей Лыжи Биатлон что угодно Там и условия Походящие А я хочу сказать Ребят Вы самое главное Развивайте Вот даже не важно Что Просто развивайте Пробуйте что-то новое Стратегии Тренируйтесь И все обязательно А я хочу сказать Ребят Что у нас очередной Перерыв Прямо сейчас Но мы еще вернемся Так что будьте здесь В стране А мы же вернулись Уже практически А Михаил спрашивал У нас Агрид Бузова Бывает Бывает Я бывал У вас лучшего мнения Ладно А чего Это нормально У нас хорошее Вы привыкайте Михаил Так Михаил Дизлис Корреспондент Издательского Дома Спортэкспресс Я все про стадион Никак не успокоюсь Мы рассказали Что нужно целовать болельщика И так далее И тому подобное А если заходить К этим же стадионам С другой стороны В лучшем смысле Этого слова После чемпионата Мира по футболу Вот школы Маленьких футболят Вдруг резко Стали пополняться Что все дети Ломанулись И все хотят Играть в футбол Ну прошло Не так много времени Чтобы эту статистику Делать Но как показывает Практика Крупные победы Когда выиграли По-моему В седьмом году Чемпионат Европы Баскетбол Был приток Интерес К баскетболу Когда В восьмом году Сборная Выступила неплохо На Евро При хитинге Тоже был интерес Когда хоккей Выиграли в Пебеке Потом В Бернии В общем Молодежный чемпионат мира Голливудинский году Тоже У простого народа Поднимал интерес К этому виду спорта Поэтому мне кажется Что Интерес есть Он будет Но Опять Мы убираемся В нашу действительность И система у нас Не самая лучшая А как это все организовано Это платные кружки Это бесплатные кружки Как отбирают Всех желающих Или они осмотрят Слушай Ну конечно Везде по-разному Понятно Есть на просмотр Да Есть Если какая-то солидная школа Там конечно Деньги Может быть не напрямую Там косвенно Но Форма, бутсы И все остальное Но поездки И так далее Ты же не играешь Не только у себя Тут Куда-то надо ездить Даже есть какие-то турниры И так далее Те, кто на это подписываются Там родители Это конечно У них амбиции большие Они хотят видеть Своего сына Там Какой-то звездой Но Если просто ему нравится Надо к этому относиться Философски Ему нравится Да Ты ему даришь удовольствие Помогаешь Получится из него звезда Хорошо Нет Ну Человек был зато Счастливое детство Если ему это нравится Он и светающийся от этого А Я вижу Примеры в хоккее Например Когда Пример Не очень хорошо звучит Нормально Зато понятно Да Но Когда родители тащат Думают Вот он будет звездой Будет зарабатывать Обеспечивать Ну А у человека нет Или Люди Которые себе могут позволить Да Там Поплачивать Тренировки отдельные Там Тренера Какие-то там Лагеря ездить А потом Когда он Ближе к взрослому Там Бывает кому-то занести Чтобы вот там Взяли там Вторую команду Там Из молодежной Да После окончания школы Но Как правило Эти игроки Они в звезд не вырастают Потому что у них все есть Все хорошо И Я так вспоминаю У нас правда был спор С одним тренером известным А меньше у нас 40 секунд Извини Да Что И люди обеспеченных Семьей могут стать звездами Да Но Как правило Все-таки Людям которым надо что доказывать Пробиваться Я этих примеров вижу И видел К сожалению сейчас В спорте Их мало И в футболе И в хоккей Везде вопрос мотивации Мы заканчиваем с надеждой на то Что все это будет развиваться Несмотря на И финансироваться Ну естественно конечно Как без этого Михаил Зислис Был у нас в гостях Сегодня корреспондент Издательского дома Спортэкспресс Миша большое тебе спасибо Было приятно Спасибо что снова Не дали мне поспать Приходи еще И еще не дадим тебе поспать В очередной раз Валерия Майорова И Влад Кутузов Завтра вернем Всем пока и счастливо Счастливо Стране о спорте Лайф Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok